Приветствую вас и у меня первое образование юридическое. Я могу вам сказать о том, что ваша жена поступает совершенно не правомерным преступным образом. Она лишает вас возможности видеть своего ребенка, что не является противозаконным в силу того, что отец, так же как и мать, вправе видеть своего ребенка в установленном закон порядке. Вообще говоря, порядок встреч родителей устанавливается сыном и если жена необоснованно препятствует тому, чтобы отец видел своего ребенка, то вы можете подать в суд на свою бывшую жену, значит, с целью обеспечить вам доступ к вашей дочери и с целью общения с ней. Полноценного, так скажем, общения. Встречи могут быть назначены в удобном вам обоем графике, но тем не менее, они обязательно, они обязаны быть, потому что противные нарушают ваши права. Это что касается правовой стороны вопроса. Теперь, что касается того, что делает ваша супруга по отношению к вам. У супруги есть сожитель, с которым она сейчас проживает, и этот сожитель по всей видимости, ну, вообще говоря, против того, чтобы вы общались с дочерью. То есть, скорее всего, именно сожитель шантажирует вашу бывшую жену, заставляя ее ограничивать ваше времяпровождение с ней. Потому что сожитель поступает здесь как мужчина, который, ну, защищает свою женщину, которую он завоевал. И, конечно, ему неприятно, что вы встречаетесь с дочерью, а значит, встречаетесь с женой своей бывшей. И, естественно, там есть такие, наверное, неприятные каусы, как, например, подозрение в измене и чем-то таком еще. Соответственно, ваша жена, бывшая жена, не желая иметь проблем, скорее всего, идет по пути наименьшего сопротивления, то есть, идя на поводу, по сути, у своего сожителя. Вряд ли ее в этом можно соединить, я надеюсь, что вы этого не делаете, потому что, ну, обвинять человека все-таки не имеет смысла. Каждый крутится как будет в жизни. Но то, что она делает, является, надо очевидно, откровенно однозначно неправомерным. И вам нужно свои права защищать, если этого не делает ваша супруга. То есть, именно супруга изначально обязана обеспечивать вам регулярные встречи с ребенком. Она могла бы это делать на добровольной основе. Но она на добровольной основе делка рассказалась, и теперь, соответственно, вам имеет смысл обратиться за судеб правовой защитой. Еще один немаловажный момент, который может подвигнуть вашу супругу на то, чтобы не разрешать вам видеться с ребенком, это ее личная выгода. Какая у нее может быть выгода, сказать, конечно, однозначно нельзя, потому что мы ее не знаем, вашу супругу. Но, если такая выгода есть, то, по сути дела, это ничего не меняет. Только, пожалуйста, знаете, не стоит верить вашей жене бывшей, если она будет что-то говорить по поводу того, что не знала, или что она не виновата, или что-то еще в этом роде. То есть вот этого делать точно не стоит, особенно если вы знаете, что она вполне может ограничивать ваше времяпровождение с дочерью по собственному желанию, исходя от ее характера. Далее, вашей дочери три года, она, значит, два с половиной года, ну, как бы провела с вами, и не могла никак она забыть вас. Более того, она вас не забыла, она помнит и скучает, она сразу вас узнает, это совершенно точно, вот, что она вас узнает. Но, если вы не будете настойчиво в своем желании ее видеть, если вы будете, если вы не будете, точнее, действовать так, как нужно, то есть я имею в виду, если вы не будете бороться за то, чтобы видеть свою дочь, то я могу сказать, что, скорее всего, что вас забыть такая, что со временем ваша дочь вас забудет. То есть, вообще говоря, она может вас забыть, она может вас забыть, но произойдет это далеко не сразу, и, как бы, это не такой быстрый процесс, чтобы, вот, прямо, знаете, вот, вы не пишете, сколько времени отсутствовала ваша бывшая жена и ее сожритель, но, сколько бы ни отсутствовала, все равно, ну, не могла ваша дочь никак забыть, потому что она уже в том возрасте, когда отца от других людей, она отличить, точнее, вполне может. И тогда, резюмируя все, что я сказал, хочется вам уже порекомендовать, чтобы вы не велись на поводу у своей жены, а продолжали преследовать свою цель, кроме вас никто не сможет обеспечить вам встречу с дочерью, и вам нужно это прекрасно понимать и ответственно действовать, и действовать как можно быстрее. То есть, время вам потом будет просто сложнее восстановить отношения и связь с дочерью, так как она может от вас отвыкнуть. То есть, она будет вас помнить, будет помнить, что вот у нее есть папа, но из-за того, что она может от вас отвыкнуть, вам будет тяжелее, сложнее найти с ней контакт уже потом, после того, как и после того, и если вы вновь начнет с ней общаться. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!